Девушки отдыхают В ночь на 30 июня 1971 года первый экипаж, первый в мире орбитальной станции «Салют» занял свои кресла в спускаемом аппарате. Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев привязались ремнями и приступили к проверке бортовых систем корабля «Союз-11». Все параметры были в норме. Радиосвязь с Центром управления полетом устойчивая. «До встречи на земле! Готовьте коньяк!» – пошутил Владислав Волков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Они были тёплыми, их клали на носилки. Я помню, у Добровольского вот как-то так рука сама свесилась с этих носилок. Врачи дули им в рот, старались делать им искусственное дыхание. Они не воспринимали их, они были ещё румяные, понимаете. И никаких гримас, ужаса какого-то, понимаете, не было у них на лице. У них были совершенно спокойные лица. Пилоты вертолётов отправили по закрытой связи помощнику главкома ВВС по космосу генералу Каманину короткий шифрованный сигнал. Три единицы. Это означало, все погибли. Такой трагедии отечественная космонавтика не знала ни до, ни после. Пилотируемые полёты прекратили на два года. Подготовка экипажа салёта к старту сопровождалась странными событиями. Кажется, кто-то свыше посылал свои знаки и предупреждения. Отложите полёт, добром не кончится. Но русский мужик задним умом крепок. На них обратили внимание после того, как всё уже произошло. Космодром Байконур. 3 июля 69-го года. За 40 минут до полуночи ракета Н-1 начала медленно отрываться от земли. Но через 18 секунд воспламенился один двигатель. Потом сдетонировали баки с горючим. И носитель рухнул на стартовый стол. От страшного взрыва разрушились все наземные сооружения и ещё 6 подземных этажей. Это была уже вторая авария самой мощной советской ракеты за последние полгода. Система аварийного спасения успела сработать и унести автоматический корабль, начинённый фотоаппаратурой, на 2 километра от места взрыва. Корабль должен был отправиться на Луну для выбора точки посадки советского космонавта. Им готовился стать Алексей Леон. Н-1 была огромна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Идею орбитальных станций впервые озвучил Никита Хрущёв в июле 1962 года на своей даче в Пицунде. Он собрал главных конструкторов и распорядился начать работу над созданием низколетящей станции с ядерными ракетами на борту. Пилотируемый комплекс должен был несколько раз в сутки прилетать над Америкой и держать в страхе её население. Королёв сумел отвертеться от этой затеи. Его манил дальний космос, планеты Солнечной системы. Для этого и создавалась ракета Н-1. А вот Владимир Челомей, у которого в заместителях ходил сын Хрущёва Сергей, взялся за неё и сконструировал станцию военного назначения «Аумаз». Позже тему признали неперспективной и закрыли. Обитаемый блок отдали в Королёвское КБ для переделки в научный орбитальный комплекс «Салют». Ну, у Челомея не было систем. Он долго этим занимался. А у нас уже был отработан союз. Обижался, конечно, на нас Челомей. Правильно обижался. Но, с другой стороны, важно было использовать то, что есть, сделать станцию, именно научную станцию для проведения исследований. Первую станцию хотели запустить к символичной для СССР дате – столетию со дня рождения Ленина. Однако, лишь год спустя, в апреле 71-го, в эфире появились срочные сообщения. На орбите работает станция «Салют». В обстановке строгой государственной тайны к экспедициям на станции тогда готовились сразу три экипажа. Шаталов, Елисеев, Рукавишников, Леонов, Кубасов. Колодин и Добровольский, Волков, Пацаев. Леонову место нашлось лишь во втором экипаже. Он позже других был включен в программу, и ему требовалось дополнительное время для подготовки. Продолжительность экспедиции была запланирована просто фантастическая. Первый экипаж – 30 суток, второй – 45. Добровольскому, Волкову и Пацаеву предстояло провести на орбите целых три месяца. Такое американцам еще и не снилось. 23 апреля на корабле «Союз-10» в космос отправились Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников. Из-за технических неисправностей старт отложили на сутки. И когда космонавты в первый раз ждали пуска, то за несколько нервных часов каждый похудел больше, чем на килограмм. Конечно, в душе все очень напряглось, внутренне очень переживал. Но когда спустился вниз в лифте, я посмеялся, пошутил и отрапортовал, что побил рекорд по точности приземления, где хотел взлететь, так приземлился. «Союз-10» состыковался со станцией. Но стыковка оказалась неполной. Перейти на салют без скафандров было невозможно. А скафандров у космонавтов как раз и не было. Эта деталь потом сыграет свою трагическую роль. Но корабль не мог и отцепиться от станции. Это грозило космонавтам неминуемой гибелью. Запасов кислорода не хватило бы и на два дня. Однако все обошлось. И вскоре Шаталов, Елисеев и Рукавишников вернулись на Землю. Их ожидала торжественная встреча. Через всю Москву космонавтов с почетом привезли в Кремль, где их встречали руководители страны. Вскоре здесь же, в Кремле, им вручились золотые звезды Героев Советского Союза за проявленные в полете мужество и героизм. Но о том, в чем именно заключался героизм космонавтов, знали лишь очень немногие. Как и то, что всей программы полета им выполнить не удалось. Советские неудачи в космосе тогда считались строгой государственной тайной. В газетах сообщили, что это была всего лишь репетиция перед следующей экспедицией. Экспедиции Союза-11. Мой корабль-11. Я космонавт номер 11, корабль-11. Я гордился этим и думал, что это судьба. Судьба такая. И каждый день практически я был в КБ, и находился на своем любимом корабле, и гладил, и смотрел. Он для меня уже был родным домом. Подготовка к полету завершилась как раз в день рождения Алексея Леонова. Ему исполнилось 37 лет. Человека, который первым вышел в открытый космос, знал уже весь мир. Конечно, жаль, что не вышло первым прогуляться по Луне. Зато он станет первым командиром первой в мире орбитальной станции. Ему, Валерию Кубасову и Петру Колодину, предстояло укротить непослушный салют и записать на счет Советского Союза еще одну важную космическую победу. Дублерами были назначены Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. На празднование дня рождения Леонов пообещал, что они обязательно войдут в эту заколдованную станцию. А Добровольский от имени Дублеров преподнес ему шуточный наказ в тихах. Служил Алеша космонавтом, собрался на салют слетать. Алеша, милый, от Дублеров зайди в нее, ядрена мать. В основном экипажи были двое уже летавших космонавтов. Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Именно он на корабле «Союз-6» первым в мире провел в космосе сварочные работы. А вот Петр Колодин в космос еще не летал. Поэтому и рвался в этот полет больше других. Среди военных космонавтов он выделялся тем, что не был летчиком, как большинство из них, а служил в ракетных войсках. За день до их отъезда на Байконур, на квартире у Леонова, состоялись проводы космонавтов. В тот вечер Леонов хотел разбить тарелку, на счастье. Но она не разбилась. Впрочем, они почти не обратили внимания на эту недобрую примету. Никто уже не сомневался, что через неделю Леонов, Кубасов и Колодин будут на орбите. По правилам, дублеры тоже летят на Байконур. Формально утверждение экипажа на полет проходит там, за два дня до старта. Но все к этому относились именно как к формальности. Неожиданностей до сих пор не было ни разу. И если нелетавшие Георгий Добровольский и Виктор Пацаев испытывали хоть какое-то волнение, то опытный Владислав Волков был абсолютно спокоен. Он был на футболе и приехал. И сказал, ты знаешь, что, в общем, скорее-скорее нужно мне это самое собираться. Я улетаю в командировку. Они были дублеры в командировку. В общем, накидал сам себе даже вещи в чемодан. Он буквально, говорит, вот мы сейчас запустим, ребята, я приеду. Но судьба распорядилась иначе. То, что произошло на космодроме в последние дни перед стартом, в советской космонавтике еще не случалось никогда. За трое суток нас всех подвергли рентгеноскопии. Так положено по технологии. Я прошел, Колодин прошел, дальше Кубасов. И врачи что-то забегали. Забегали. Вызвали нашего врача главного, показывают. И открыто, ясно. И мне показывают, как командиру. Алексей Архипович, видите, вот здесь, я вижу потемнение лег. Это был шок. Кубасов успешно проходил регулярные медицинские проверки. И вопросов к состоянию его здоровья никогда не возникало. И вдруг пятна в легких. Врачи даже подозревали туберкулез. Для уточнения диагноза времени не оставалось. Ясно одно. Кубасов в космос не летит. Ну, как быть с другими членами экипажа? Леоновым и Колодином. Леонов предлагает включить свой экипаж Владислава Волкова, как самого опытного из дублеров. После неудачи с полетом на Луну, Леонову очень хотелось стать первым командиром первой в мире орбитальной станции. Руководство тоже склонялось к такой замене. Но тут воспротивился Владислав Волков. Он говорил, что Леонов на него слишком давит. Ну, а как я должен был поступать? Как давление? Сиди день и ночь. Ему не нравилось. Он герой Советского Союза, известный парень, работник хороший, инженер. Но по-другому я и не мог, кроме как жестко, заставить его учить то, что надо за эти три дня. Волкова поддержали психологи. Они впервые выступили против мнения руководства вести в основной экипаж замену. У нас как-то так принято, что их не принято спрашивать особо. А у них не принято, значит, встревать в этот разговор. Потому что, может быть, они думают, что посоветуют, а потом что-нибудь будет не так. Поэтому лучше постоять в стороне и, значит, потом коэтиковать это дело. И говорить, что вот, у них была не очень там хорошая психологическая совместимость, пятая-десятая. Впрочем, личные отношения между космонавтами не смогли сыграть в их дальнейшей судьбе решающей роли. Ее определяли в высоких кабинетах. Вопрос о том, кто полетит в космос, во многом был вопросом большой политики и результатом крутой интриги во властных кругах. За каждым из кандидатов в экипажи Союза-11 стояли свои мощные партии. Военные продвигали команду офицеров Леонова, Колодина и лишь одного штатского, инженера Волкова. А партия Гражданских болела за добровольского Волкова и Пацаева, двое из которых, Волков и Пацаева, не носили погоды. Между главным конструктором Василием Мишиным и помощником главкома ВВС по космосу, начальником всех космонавтов, генералом Каманином, шла настоящая война. Первое время, может быть, даже тот же Каманин, не буду говорить, что именно он, а, может быть, другие военные начальники, приглашали к себе командира и говорили, слушай, вот у тебя в экипаже, значит, там инженер, гражданский шпак, ну ты ему покажи, чего ты стоишь, что он, в общем-то, по сравнению с тобой, ерунда. И наше начальство нас настраивало, да покажи ты этому военному, значит, который ничего кроме дисциплины там честь отдавать не может, что такое настоящий инженер. Спор о том, кто в космосе полезнее, лётчики-истребители или инженеры-проектировщики космических кораблей, начал ещё Королёв. Но довести его до логического конца ему помешала смерть на операционном столе. Извечная была борьба между военными и гражданскими. Когда меня назначали, никаких гражданских космонавтов не было. В момент моего назначения был оформлен отряд гражданских космонавтов. Я не знал, что это вызовет такую войну с Каманином. Он командовал космонавтами, он считал царем и богом. Каманин не хотел подпускать гражданских в космос. Госкомиссия сделала выбор в самый последний момент. Лишь за 11 часов до старта. Когда её представители объявили о своём решении, в зале воцарилась мёртвая тишина. Экипаж меняли полностью. В космос отправлялись Добровольский, Волков и Пацаев. Я потом сделал портрет и написал, называется, «Глаза Виктора Пацаева». Он сидел, когда объявили, что они первый экипаж, он не поднял голову, он её ещё опустил. Ещё опустил. Вот так. Глаза расширены. Она каменела. Эта фотография была сделана сразу после объявления этого решения. Ошеломлённые Леонов, Кубасов и Колодин опустили головы. Можно только догадываться, о чём они думали в этот самый тяжёлый для них момент. Возможно, о том, что какой-то злой рок разрушает их планы на счастливое будущее. Эти несколько часов свели на нет результаты их многолетней работы. полёт, тот момент, ради которого они жили последние годы, снова удалялся от них в неизвестность. Готовятся экипажи. Ну, это же нагрузка готовится. Ну, когда ясно понимаешь, до тебя дело-то не дойдёт. Поэтому третий экипаж, он, конечно, по-другому готовился. И требования были другие. Они готовились хуже. Те, кто отправлялся в космос, сразу становились знаменитыми. Их награждали орденами, присваивали внеочередные воинские звания, выдавали премию в 5000 рублей и машину «Волга». А дублёры, прошедшие тот же трудный путь, не получали практически ничего. А ведь были и такие, кто сидел в дубле по несколько лет и ни разу не летал в космос. Казалось, судьба сыграла злую шутку. Теперь Леонов, Кубасов и Колодин попали в дубль. А рядом с ними сидели их товарищи, бывшие дублёры, которые, вероятно, решили, что именно они вытянули счастливый билет в космос. Я категорически каждому экипажу говорил, когда вас объявляют, что вы первый, а тот второй, будьте добры, встаньте и пожмите в присутствии всех экипажу руки, потому что он шёл с вами, он вас подстерегал везде, и он мог бы быть так, как в моём случае, первым. Вот чего, например, тот первый экипаж не сделал. По-мужски и не сделал. Натянутые до предела нервы в тот момент у некоторых не выдерживали. Пётр Колодин переживал больше других. Он ведь ещё ни разу не летал в космос. Он так расстроился, что даже нагрубил главному конструктору Василию Мишину. И это тоже был прямо-таки невероятный случай в практике советской космонавтики. Мишин сказал, что в следующий полёт обязательно я полечу. Но я там Мишину выдал сгоряча. Василий Павлович, вам история этой замены не простит. Его, конечно, утешали. Один из конструкторов даже рассказал Колодину такую историю. Его высадили из самолёта, который предоставили для какой-то делегации. И этот самолёт разбился через несколько часов. Потом Пётр Колодин будет всю жизнь вспоминать этот рассказ, который окажется пророческим. В жизни человека многое зависит от случая. Но он никогда не знает, где этот случай его подстерегает. И что он в себе таит. Тогда, перед стартом, никто не мог предполагать, что счастливый билет вытянул именно тот экипаж, который в последний момент оставили на земле. Решение Госкомиссии мгновенно изменило судьбы всех шестерых, сразу же разделив их на мёртвых и живых. Правда, никто из них об этом ещё не догадывался. Я помню, что в гостиницу ко мне ночью пришёл сильно поддавший Колодин и плакал у меня в номере, сидел и говорил, что я чувствую, Славка, я чувствую, что я вообще не полечу. Добровольский, Волков и Пацаев отправлялись в космос в лёгких полётных костюмах и в пилотках. Такими их видели на земле в последний раз. За сутки до старта Георгий Добровольский передал себе записку. Дорогие мои, здравствуйте, улетаю. Не волнуйтесь, всё обязательно будет хорошо. Добровольский был самым старшим по возрасту в своём экипаже. Ему только что исполнилось 43 года. У Добровольского была нелёгкая судьба. Только самым близким он рассказывал, что во время войны жил в Одессе. Из-за хранения пистолета его 16-летнего подростка гитлеровцы посадили в тюрьму. Приговор – 25 лет каторгой. В семье удалось подкупить охранника и устроить юному Жоре побег. Я его спрашивала, что у него были следы на запястьях. И спрашивала, что это такое. Но он мне сказал, что я тебе расскажу, но потом, попозже, когда ты подрастёшь. Спустя многие годы, накануне различных меткомиссий, Добровольский начинал переживать. Ему каждый раз приходилось объяснять происхождение шрамов на кистях его рук, которые остались у него от гестапо-вских кандалов. Больше всего он боялся, что его не пустят в космос. А космосом он буквально бредил и готовился к своему первому полёту целых 8 лет. Судьба Владислава Волкова складывалась иначе. В октябре 1969-го он уже летал в космос на Союзе-7. У инженера по образованию и космонавта по призванию у него было множество интересов. Поэзия, спорт, охота, рыбалка. Он любил компании друзей и вообще был жизнерадостным человеком. С Волковым мы просто дружили. Просто дружили. Мы с ним в дом Жур ходили. Я его водил к Роберту Рождественскому, помню, вечер у нас там был. И Волков был очень весёлый парень, очень сильный физический. Футболист его всяк. Прозвище было у него «футболист», потому что он в мае играл в футбол. Но космос всё-таки был для него выше всего остального. Недаром сосед Волкова по дому и его друг Юрий Никулин подарил ему этот шарш на самого себя, а рядом написал, как Волкова не корми, он всё равно в космос смотрит. Тот первый полёт на Союзе-7 закончился неудачно. Стыковка с другим кораблём не удалась. И Волков обязательно хотел испытать судьбу ещё раз. Тревожных мыслей всяких много было, потому что очень всё неизведанно, всё разговаривали, но, в общем-то, я понимала, что это бесполезно. И вообще я его не отговаривала. Я его не отговаривала. Он был человек очень самодостаточный, самостоятельный. Он мог поделиться, сказать, что вот у меня такое желание всё, но повлиять как-то. Ну и вообще, если бы я могла повлиять, он бы не был космонавтом. Виктор Пацаев по специальности тоже инженер и тоже спортсмен. Он входил в сборную Российской Федерации по фехтованию. В отряд космонавтов попал, проработав несколько лет в КБ у Королёва, потому что хотел испытать в полёте те приборы, которые конструировал на Земле. На салюте Пацаев проводил научные эксперименты. Он, например, стал первым астрономом в мире, который работал в высшей земной атмосфере. В самый разгар полёта космонавты отметили день рождения Виктора Пацаева. Ему тогда исполнилось 38 лет. Главным блюдом праздничного стола были луковица и лимон, которые Волкову удалось контрабандой провести в космос. После протёртой космической пищи это был ценный подарок. Луковицу и лимон честно разделили на три части. Вряд ли кто-то из них тогда думал, что день рождения они празднуют в последний раз в жизни. Сообщение о том, что «Союз-11» совершил посадку, поступило в Центр управления полётом в 2 часа 18 минут по московскому времени. Теперь все ждали традиционную фразу руководителя поисково-спасательной службы. Самочувствие экипажа хорошее. Но в эфире вдруг прекратились переговоры вертолётчиков. Потом, после томительной тишины, прозвучали будничные слова, от которых у посвящённых по спине пробежали мурашки. Была условная фраза «Экипажу требуется помощь в полевых условиях», что означало, что экипаж погиб. Ещё недавно всем казалось, что полёт завершён благополучно. Настроение в Центре управления приподнятое. Космонавты провели на борту станции 23 дня. Это новый мировой рекорд пребывания в невесомости. А значит, что мы немного отыгрались в соревновании с американцами. Будут премии и благодарность. А кому-то предстоит вертеть дырки на пиджаках под ордена и медали. Я просто помню, что этот день, 30 июня, был самым тихим днём. Вот такой какой-то очень тихий день. Не было никакой суеты. Телевизор мы включали, но не было никаких сообщений. Жена Владислава Волкова Людмила за спуском корабля следила из телецентра. В специальную студию, куда могли попасть лишь космонавты, конструкторы и особо проверенные журналисты, поступали самые последние данные о ходе полёта. Всё шло хорошо. До того момента, когда с местом посадки неожиданно пропала связь. Через некоторое время Людмилу Волкову мягко, но настойчиво попросили уехать домой. Потом мой заместитель оттуда докладывает, что, говорит, плохо. Очень плохо. Ну, как спросили, как плохо, очень плохо. Ну, говорит, ну, совсем плохо. Не могли открытым текстом сказать, что погибли и всё. Потом уже не выдержали. Говорит, так что? Ну, говорит, мёртвые они погибли. Потом специальная комиссия буквально по секундам восстановила, что происходило в спускаемом аппарате Союза-11. Экипаж Георгий Добровольский Владислав Волков и Виктор Пацаев готовился к посадке. Но приборы в кабине вдруг стали показывать резкое падение давления. Отстегнув привязные ремни, Добровольский бросился проверять выходной люк. Но с ним было всё в порядке. А космонавты уже отчётливо слышали, как свистит уходящий из корабля воздух. В кабине было шумно. Работали радиоприёмники и радиопередатчики. экипаж выключил аппаратуру. И только тогда понял, откуда уходит воздух. Свист слышался над креслом командира, где находился вентиляционный клапан. Он почему-то оказался открыт. Ну вот представьте, из этой комнаты сейчас где-то будет выходить воздух. Где это? Под диваном, вон за шкафом, где-то там под столом или где. Так и там. Это же всего, ну, 20-30 секунд. Медицинская экспертиза обнаружила у всех погибших следы кровоизлияния в мозг, кровь в лёгких, повреждения барабанных перепонок. Растворённые в крови человека газы вскипели. И превратившись в пузырьки, закупорили сосуды. У Волкова сердце билось ещё 80, у Добровольского 100, у Пацаева 120 секунд. Для того, чтобы его закрыть, кран, требуется 55 секунд здоровому человеку, зная, что это он. А они через 20 секунд уже потеряли сознание. Значит, они никак не могли сделать. Первый раз без скафандров полетели в 64-м году Владимир Комаров, Борис Егоров и Константин Феоктистов. Три человека в скафандрах в корабль не помещались. Тогда главный конструктор Сергей Королёв лично принял решение. Скафандры на борт не брать. Правильное решение. Ввели скафандры по указанию начальства. Это глупость. Не нужно скафандры. Мы потеряли огромные возможности. Это еще один космонавт. Огромные возможности. И не нужен скафандр. Ну, это кому объяснишь. После того, как погибли люди, это психологически понятно. Отношение к скафандрам было еще одной проблемой, вокруг которой шла острая борьба военной и гражданской партии в космонавтике. Военные требовали, чтобы на борту кораблей, раз уж там нет места, скафандрам, находились хотя бы обычные кислородные маски. Но их называли перестраховщиками. И говорили, что ни в одном полете советских кораблей еще не было случаев разгерметизации. И действительно, случай с Союзом-11 был первым. И он сразу унес жизни трех человек. Но было два одинаковых клапана. Они не поняли, какой из них сработал. Они поняли, что какой-то открылся. А у них появился туман сразу в кабине. Они отвязались от кресел и стали крутить клапан, но не тот. Если бы они стали закручивать тот клапан, они бы были живы. Результаты расследования причин аварии докладывались прямо в Кремль. Проверили все клапаны для других кораблей. Завод специально изготовил еще одну дополнительную партию. Провели около тысячи экспериментов. Однако ни в одном из них отказов не произошло. Отдельные руководители намекали, мол, виновата не техника, а неверные действия экипажа. Будь космонавты посообразительнее, они вполне могли бы заткнуть дырку пальцем. Это глупость абсолютная. Подлая политика красных директоров. Снять с себя ответственность и бросить. Это невозможно даже туда пальцем проникнуть, поскольку клапаната под панелью туда нельзя было. Сто процентов отменяется вина экипажа. Они действовали абсолютно по инструкции. Ну а спецслужбы тут же начали отрабатывать версию сознательного вредительства. В обстановке острейшего противостояния и борьбы за лидерство на Земле, под водой или в космосе она выглядела вполне логично. Ну здесь погибли большие материальные средства, большие затраты. КГБ приехало туда проверять. Однако и эта версия не нашла подтверждения. Свою роль сыграло элементарное разгильдяйство на производстве. Когда стали проверять техническое состояние Союза-11 и предыдущих кораблей, выяснилось, например, что многие гайки были просто не закручены так, как этого требовали инструкции. Когда начали проверять те корабли, на которых прилетел Добровольский Волков-Пацаев, оказалось, что эти гайки закручены буквально чуть не от руки, где-то гайки докручены, там одна на 20 килограмм, другая 30, третья 50, а четвертая, в общем, вообще на нуле там. То есть он еще подставлен клапан в такие условия, когда они докручены, когда он там болтается, в этом, так сказать, он мог и отказать. Но все это станет известно только потом. Тогда же, утром, 30 июня, врачи еще полтора часа после посадки пытались вернуть космонавтов к жизни. Им делали искусственное дыхание и даже вливали донорскую кровь. Все было напрасно. Семьям Добровольского, Волкова и Пацаева сообщили о гибели космонавта. Беспокойство уже какое-то внутреннее шло, что вообще-то это все не... Обычно должно тоже сказать, что все, мягкая посадка, приземлились, знаете, поздравления шли, а телефон молчал. Телефон молчал и тоже очень насторожил. На следующий день все газеты вышли с черными траурными рамками. Прощание с космонавтами проходило в Центральном доме Советской Армии. Из-за огромного наплыва народа церемонию пришлось продлить на несколько часов. Мы нарвали букет на Байконуре пылевых цветов и приехали на похороны. И я помню, Коля Рукавишников стоял где-то перед залом с коробами и жутко такой зареванный тоже говорил, ну вот, мы уже целыми экипажами хороним. Понимаете? Это было потрясение, конечно. Ну вот потом я помню, что это уже было не утро, наверное, день, может быть, вторая половина дня я была в своей комнате и открывается дверь и заходит мама Терешкова Валентина Владимировна. И мама мне сказала, что Мариночка, наш папа, погиб. В тот день советский народ провожал в последний путь героев космоса Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева. Урны с прахом экипажа Союза-11 замуровали в Кремлевскую стену. Прощаться с космонавтами прибыло и все советское руководство во главе с Брежневым. Члены Политбюро говорили семьям слова утешения, но вряд ли они тогда хорошо понимали их. Вот я каждый раз думала, что можно сказать утешительного, когда сидит любая женщина у гроба мужа. Ну, что можно сказать? Я не плакала. Я все время думала, господи, почему же я не плачу? Это же вроде ненормально даже. А потом наоборот, 10 дней из меня все время релись слезы. Многие газеты мира в те дни напечатали фотографию двух дочерей Добровольского, Марины и Наташи. После этого письма с выражением сочувствия и поддержки стали приходить к ним буквально отовсюду. Вскоре Марине принесли письмо от президента США Никсона, который тоже увидел ее фотографию в газетах. Я понял, что мужественный человек оставил после себя мужественную дочь, которая очень любила его, писал Никсон. Постарайтесь сохранить свое мужество в это печальное время. Когда ваша сестра Наташа подрастет, я знаю, что вы поможете ей понять, насколько сильно вы обе должны гордиться своим отцом. Ответ Никсону Марина написала вместе с Валентиной Терешковой. Тогда в 12 лет не смогла бы написать так, как написала Валентином Владимировым. Она написала, что мой отец был очень красивым человеком. Он для меня был хороший, добрый, преданный и так далее. А Валентина Владимировна написала именно так. Расследование причин аварии длилось больше года. Выдвигалось множество версий о том, как и почему открылся злополучный клапан. Но окончательной причины названо так и не было. Когда накануне того злосчастного полета комиссия зачитала решение о замене экипажей, главный виновник случившегося Валерий Кубасов сказал своим друзьям, ведь все это только простуда, через неделю на рентгене уже ничего не будет. И он оказался почти прав. О гибели Добровольского, Волкова и Пацаева Кубасов узнал в Москве, уже официально здоровым человеком. Пришли к выводу, что это было аллергического характера потемнение легких. Реакция организма была весна на то ли на цветение, то ли еще на что-то. В общем, аллергия. Потом Кубасов еще дважды побывал в космосе, в том числе и вместе с Алексеем Леоновым в составе советско-американского экипажа «Союз Аполлон». Их кандидатуры одобрил сам Брежнев. Но трагедия корабля «Союз-11» не дает покоя ни Кубасову, ни Леонову до сих пор. Меня больше всего угнетало и до сих пор угнетает то, что они погибли на моем корабле. Это мой корабль. Я могу и говорил, и говорю, потому что я с чертежей там был в этом корабле. Петр Колодин после гибели Союза испытал сильнейший шок. У него даже появились проблемы со слухом. Петр, когда все это произошло, он очень плакал, приехал ко мне и говорит, Люсь, почему я, почему не я, лучше бы я, у него не было детей, тогда все, у нас ребенку было 13 лет. Я говорю, Петя, у каждого своя судьба. Его судьба оказалась и счастливой, и несчастливой одновременно. Подозрительный рентгеновский снимок легких Кубасова подарил ему и его товарищам по экипажу жизнь, но не пустил Колодина в космос. Его предчувствия сбылись. Он еще долго готовился к новым полетам, но остался дублером навсегда. Я очень серьезно готовился к каждому полету. Подготовка тяжелая, экзамены тяжелые, поблажек никаких, медицинские комиссии, освидетельствования. Уж сколько мы сдали и крови, и мочи, то столько этих медицинских экспериментов было. Все это прошел. Еще долгие годы Колодина терзала чувство вины. Ему казалось, что это именно он виноват в гибели экипажа Союза. «Ведь они оказались на его месте», он уговаривал себя. «В те июньские дни от него ничего не зависело». Именно так они иначе распорядилась судьба. Своего сына Колодин назвал Владиславом в честь погибшего друга Владислава Волкова. Он и сейчас считает, что такого друга, как Волкова, у него больше не было никогда. После аварии Союзы дорабатывали долгих два года. Все это время в космосе не побывало ни одного советского космонавта. Старт следующего пилотируемого корабля «Союз-12» прошел только в сентябре 1973 года. Экипаж снова пришлось сократить до двух человек. Но зато в космос они отправились в новых полетных скафандрах. С тех пор скафандры всегда находятся на борту кораблей. То, ради чего они отдали свою жизнь, это дело продолжается. «Свадцатая и счастлива». Продолжение следует...